так пятая часть по ходу у нас получается будем буду делать что-то делать что-то снимать показывает соответственно не знаю что в этой части будет но начало этой части это то что я позвонил местному умельцу-кудельцу сергею лескину который занимается ремонтом видео аудиотехники в самаре и попросил спросил у него сможет ли он мне сделать мою магнитолу родную москвичевскую шпанара ловила fm и bluetooth может быть еще что-то он сказал вроде когда приезжай я сейчас ее снял вот она у меня лежит поеду сейчас к нему отдам и я думаю у нас скоро появится fm-радио с блютусом и со всеми пирогами так что смотрим так приехали в ремонт аудио-видеотехники сейчас зададим не больно дача свет до нас шаги зубы ноги чтобы я видел так сцепление о короткое или длинное сам конце а вот тогда на себя первое себя вот так вверх включил до ручни и блядь ручник не снял верующий костыль что делать так право на себя и вправо все нет а он был не выдвинут дожди вот другой стой а газовым газ куба будет кто ездил на пятерке так вторую ты как рыбакайте на 1 2 просто объяснив так движение вниз просто вот так да так нам поворачивание поворотник вот так вот так на себя что ли право влево чего глаза едем не знаю поехали налево а налево туда на враге круг сделаешь из мега сети вернешься просто куда там до хрена выезжать здесь может горки не поднимусь так ты стой стой красный вот этот же как вот давай вторую а как вниз так-то жду за рулем конечно ощущение в она рулит скажешь что вообще не это все равно что на матрасе по волне быть так вот так вы ну ну ебан вадим а не чашечки можно попробовать поиграть тебя нет я еще скилл не заточен а ебан ебан чувак 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 так выключаем тормозим все на этом да да сарене ведь не там да я сжимаю я уже нежнее я макает боюсь его привык ну чё гангстеры едем два счетчика ли кабина была в дубровку и куда он бьет с этого чувака все я так понимаю мы круг делаем вот это фонарь зеркало зеркало на пилан помарусь не забыть да нет но здесь тема его тема она не перевернется третью давай так же как первую только чуть дальше вверх не просто вверх сделай все насилуют а я пущу еще раз прям в ряду мы сейчас разворачиваться на кальчику на кальчику на кальчику вторую включу нет нет о это сложный элемент заехать по бару не по встрече чего ты сейчас не трали точно как я пони что нам не дать но вот я не брать а как я поняла когда он да а так всегда потновато немножко на ней ездить когда вот с моей тут надо я знаю вам повезло на вы поедете а вот я не вижу что к разным на еще неудобно у меня широкий ботин но на и на нем так что ты светишь светил на мой нос и я очень опрометчиво сказал что не будет видос по москвич типа я все сделал нет наша техника более старая такого себе не позволяет сейчас еду забрать полку сказали сделали но это все к части салона но все же сейчас заберу потом оказывается у меня почему он не это не нагревался быстро термостат у меня там нету от слова совсем заказал термостат и и посмотрел поплавковую камеру карбюратора оказывается что поплавок у меня слишком высоко походу был потому что москвич ел 30 литров на 100 километров ну что в принципе нереально вчера подогнул по камеру поплавковый мне папа советовал и даже это перестал дымить он он дымил же и мне кажется даже приемность улучшилась ехать лучше стал я особо сейчас не ездил потому что жду термостат холд без термостата вот что еще что еще фигу узнает что еще но сейчас заказываю там всякие еще по мелочи линзу стекло фары еще чем то еще не знаю пока найду не найду потому что непонятно то ли есть то ли нет еще не нашли вот но это одно исключение нашей пятой части так что смотрим дальше не дала мне покоя идея давление масла низкая на нематоматом походу клапан стоит выбирать подкладывать шайбу пружинка была более подтянула посмотрим на церкви поднимется давление масло так вот поддон снял короче тут такая вот мелкая такая песка что ли фигня сейчас промою поддон чтобы собрать уже чистый нальем масло нового масло подложили шайбу засобираем обратно не стали разбирать слишком сильно закручен не стали ланить а там шестерна дверь продолжаем дальше сбор не помню говорил не говорил то что я вскрыл место где был термостат должен был быть термостата там нету соответственно из-за этого у меня и печка не грела и движок грелся по два часа сейчас пришла посылка сейчас открою покажу что в ней есть так выруставай значит это у нас фильтр масляный фильтр масляный советский как говорится еще оригинальный пробку пробку новую сливную от жигули по моему так это у нас фара с линзой вторая нашлась не одна есть второй нет вот так стекло потертое но нормально пойдет все от рублей стоило фильтр взял так как два продавал 40 рублей ну и основное это новый как говорим сохранить боли сохранение так термостат надеюсь работает кипятить не буду проверять на машине проверю ну все пойду пойду поставлю так сразу сейчас масло будем новое заливать поэтому зальем ой зальем поставим сразу фильтр новый и посмотрим дал нам этот циркуляционный клапан который мы делали пружинку результат или нет увеличивается ли у нас давление масло системе ну-ка сними туда внутрь что там что там остатки масла так вот так вот что-то стукал он побольше кстати полосинтетика залито главное не облить так момент истины будет ли у нас вырастет ли у нас давление или нет и как он будет на новых подушках я кстати забыл сказать мы еще поменяли подушки движка на родные оригинальные стояли какие-то ну типа самодельные ага кто бы еще массу включил Андрюха включи массу как всегда одним дублем ничего не получается на камеру завести никогда по-моему ну на то это и ютуб чтобы не как в кино было все красиво а как есть на самом деле провод кто снимал такой и что на месте провод все да на месте значит не на месте не на месте что-то опять сломал Андрей все сломал короче я глушу видео запись этого потому что на видео он не заводится нифига так нервы нервы поменял сейчас свечу третью опять третьем цилиндре сейчас попробуем ну все и вообще нет вибраций только работает хреновенько по ходу проводов хана но вибраций вообще нету офигеть вот это я понимаю и давление кстати давление двушечка что видно было давление двушечка сейчас посмотрим почему так не ровно работает походу в проводе дело и все и вечером пойдем кататься все а кто снимал мужичок стоял я в гору пытался заехать интересно стал он подошел поговорили поэтому он запах бензина знакомый такой довольный поснимал мне спасибо за съемки продверг ногами на ничего есть проблему ну вот такие покатушки не заезжая короче в гору снега уже много он не нарывает до асфальта и поэтому заехать писька греет все работает карбюратор подкрутил ровненько стал работать движок еле слышно я поднесу как часы ладно чуть-чуть катнусь и домой поеду на нем первые морозы у меня даже iphone глючит начал включать камеру а он у меня это не включает ее включает точнее мигает что там пришлось перезагружать поэтому как я садился машин я не снял но это было очень интересно но не суть ладно попробуем как посмотрим точнее как заводится москвич ночью был около минус 20 посмотрим подкачаем бензина как обычно с пол оборота практически стягивающий голову поделают интересно кто из тех кто меня смотрит знаешь какую подкачать бензин этого процентов 90 не знаю вот есть бензинас насос и там есть бензин но кстати накачиваю да накачиваю покупка номер 25 я знаю всегда так с утра что-то не хочет я еду в лифте а это означает что москвичи не завел залил свечи по ходу сначала потом свечи выкрутил прогреть мне их нечем схватил пару раз но в итоге так и не завелся возьму ключи от джипа либо на нем съездить на работу попозже заведу москвич либо сейчас сразу заведу просто там сзади не подойти сейчас там трактор стоит рабочие работают не знаю получится мне подвинуть или нет и прикурю его от джипа блин вот всегда на камеру хрен что снимется с полуоборота сейчас завелся правда уже прикурю от джипа все работает видимо все таки пусковой ток в аккумуляторе очень важно все работает поиск помыть джипа он что-то грязный какой-то помою пока морозы стоят а москвич пусть работает заодно прогреется картина блин я не могу не записать это короче я не стал снимать как мы регулировали клапана как вы чё там делали но мы отрегулировать клапана она блин едет пипец она буксует на второй газ живу она буксует на третий ускоряется просто я говорил что она по-другому должна ехать блин кайф когда вот ты сделал ну ладно не ты но с твоей подачи сделали клапана блин она по-другому вообще ей кайф не зря не зря я так и думал что дело в чем-то делал то что у них не может машин так тупить она прям сейчас вообще другой автомобиль просто другой автомобиль так все сделал что планировал приделал резинки козырьки мне обшили но порнографии порнографии потому что стола буду менять короче мне не нравится там козырьки нормальные они остыщены у нас эта часть получается начали все пагнитолы а закончили регулировкой клапанов и заменой глушителя нашел новый старый глушак советский чуть ржавый очистил более-менее приемную трубу нашел из нержавейки самопал но сейчас он снимет глушак старый старый меняет потому что он весь гнутый тут уже прогнил прогорел так нормально сам этот сама банка нормально и вроде как магнитолу сделали но я еще не забрал ее тестируют наверное в этой серии мы ее и поставим так как начали серию мы с магнитолы что еще что еще а придет прибор для регулировки карбюратора смеси но это наверное уже в следующей части потому что нельзя затягивать как говорится вот ну сейчас поставим глушитель заведем посмотрим так все глушак открутили ремни все целые болты почти тоже но но огней его что вытащить как я и сказал хорошо что мы с ним поспурили на космах то что он вот сняв колесо все равно не будет подписывайтесь на мой инстаграм и вообще подписывайтесь короче глушак вытащили но не без моей помощи поэтому касать не достается никому вот это справедливо касать до средства давай вот так а вот это крепление для меня мы его сейчас переставим а мы его не переставим потому что тут она на фиг не нужно тут же маску и а вот этот хомут попробуем сейчас открутить отчет его не набрызгал так на чего начали серию тему закончим приехал я за магнитолой сергея в ремонт вроде как сделали подключили блок все работает ее погоняли несколько дней она работала ну сейчас зайдем посмотрим как у у него получилось это сделать а сергей можно приветствую вот и магнитолу принесли точнее сделали в тот раз не сняли я в тот раз на режиме фото пытался снять так что снимем выдачу продемонстрируете да Сергей да конечно сейчас сегодня поставим и на этом серию закроем это вот антенна радио то есть антенну я не туда вставлю нет а вы знаете как бы это здесь вообще принцип вот этой антенны которая с этой стороны вставляется она средневолновая и длинноволновая она другой так скажем принцип имеет поэтому сюда нужно будет ну просто проволочку нарастить и так скажем где-нибудь там ее разместить а вот то есть потому что как будет работать сам радио ну честно говоря одному богу известно потому что для другого немножко создавался но в принципе вот даже в условиях нашей мастерской сравнивая с другими аппаратами как они принимают в принципе достаточно устойчиво и неплохо принимали да даже вот с такой коротенькой так скажем угу сейчас он прогреется угу а звук меня очень сильно удивило состояние аппарата то есть он идеально чистый а я его разбирал но а вот я просто думаю блин столько лет что в таком состоянии чистом что-то первый раз вижу он такое ощущение как будто где-то на консервации лежал его достали я как говорится у меня два их я из двух собрал один кнопочки вот эти наши мы ждем когда он прогреть у нас же да я его разобрал почистил как смог помыл собрал то есть он работал даже аж хаббат какой-то поймал раз около Волги правда ну сегодня поставлю с той стороны что нет с этой наверное потому что одинаково хотят работает то есть смотрите значит здесь у вас будет производиться регулировка громкости и тембра от этой ручки а тембр как так же а алло да сергей прямо через 20 минут ты звонишь тоже здесь тоже ручка а тут двойная что ли она видите высокие пропадают аааа там та крутилка она одевается сюда понятно а я и не знал я думал тут так громкость понятно я думаю почему они разные соответственно ну что пультом соответственно надо сюда направлять да ну можно как бы это не только сюда можно и отсюда управлять здесь вот эти кнопки они имеют двойное управление то есть можно кратковременно нажимать это будут треки меняться например а с удержанием оно будет регулировать громкость ну понятно у него были там еще возрастные так скажем проблемы не пропали то есть они от возраста так скажем разваливаются в то время у нас почему то вот до этого это же последняя версия вообще этого радиоприемника вот вот она уже страдала таким болячками так скажем некачественного производства вот а до этого там все было очень качественно сделано поэтому я здесь тоже пропаял там то что пропадал у меня еще вторая есть нет а что она прекрасно работает так ну все все магнитола готова сейчас я рассчитываюсь Сергей большое спасибо в Самаре кто делает да не первый даже с регионов дам контакты если что пишите мне будем делать проверьте будет наслаждаться в москве такая услуга порядка 15 тысяч ну мы не в москве здесь как бы ну видите вот этот вот образец я вам демонстрировал да да только я не снял если хотите давайте потому что я тогда пришел думал у меня режим видео включить режим фото ну так что очень даже это единственное конечно время но стоило подождать не ну я вам честно скажу просто это ж такое творчество непредсказуемо честно скажу поэтому не люблю в ПВХ работать лучше спокойно так ну вот да это вот тоже такой же модуль стоит то есть не обязательно автомобильную можно поставить старую гнитолу уже 2000 модуль и будет все сыграть вот все рассчитываю себе доставить так продолжаем получение ништячков заказал на авито нашел индикатор качество смеси для регулировки карбюратора вот даже еще не открывал приват собираю типа и все да ну суть в чем это свеча сейчас попробую выкрутить короче скручиваешь скручивается вместо свечи сюда одевается провод высоковольтый а через это стеклышко в отражении смотрится качество смеси оно должно быть светло-голубого цвета здесь цвет красный значит смесь богатая вот свеча дырявая дырявая свеча интересно я высказался так ладно сейчас пойду попробую в деле эту штуковину оставил я этот индикатор качество смеси но что-то я с ним толком ничего не на регулировал как было так и оставил сейчас покажу как он работает сейчас заведу в этом окне видно в этом окне видно цвет то есть он должен быть светло-голубой но я закрутил до конца до конца болт этой богаче-беднее и что-то он нифига не меняется что-то с карбюратором походу так ну что глушитель поставили но приемную трубу над меня которая из нержавейки которая из нержавейки короче не подошла она чуть кривая которую купил давным-давно кто помнит кто нет из нержавейки это самодельная вот эта вторая это новодельная но по оригинальной трубе сделана вот в чем разница глушитель сделал а зеркало второе поставил но скажу сразу я его не буду менять точнее я уже купил новое буду стоять другое это мне не понравилось у нее зеркальный элемент сам он короче не родную короче фигню я купил вот новое нашел ни разу не стоял все типа на машине и вот эта вот сфера блин жалко меня того нет тут она за мой зеркало целиком но чего начали серию на том и закончим все работает работает вот с этой штукой я ее куда-нибудь в бардачок наверное спрячу вот ну в принципе все что хочу сказать спасибо всем за просмотр серия получилась сумбурная непонятная начало было вообще я думал что снимать будет нечего оказалось целая 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 серия получилась в следующей серии я не знаю что снимать но я думаю москвич не даст мне покоя и я придумаю для него новые какие-нибудь усовершенствования в этой серии что у нас было в этой серии я поменял глушак поставил зеркала сделал в итоге магнитолу что еще сделал я уже запутался сейчас что мы делали а отрегулировал клапана это была самая это радостная новость скажем так радостное событие потому что машина поехала по другому но так небольшой спойлер следующих частей я думаю что что то я буду сделать со смесью с карбюратором потому что немножко мне не нравится как работает движок все равно ну вот ну ладно всем спасибо приятных вам праздников новогодних я думаю в этом году это последняя серия про москвича подписывайтесь ставьте лайки всего вам самого наилучшего пока вот такая серия получилась всем спасибо кто смотрел москвич сейчас наверное уезжает у меня за город в дом где я живу периодически зимой и постоянно летом вот я хочу там на нем кататься потому что в Самаре в городе кататься там не очень интересно ну помимо восторжных взглядов меня особо не интересует мне нравится что мне самому нравилось а нравится мне кататься за городом а не в городе вот поэтому следующей серии я думаю выпущу как я ехал 140 километров на москвиче ладно всем спасибо жду лайки комментарии пока и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...